Всем добрый день! Я Наталья Невзорова и сегодня мы с вами будем тестировать палитру лаков. Это как раз видео, которое все ждут и у меня спрашивают. Давайте для начала посмотрим на ту палитру, которую я здесь уже нарисовала. Здесь все лаки, начиная от номера 305-20 и вот так вот идут в 305-21, 22, 23, 24, 25 и так далее. То есть все лаки находятся в порядке возрастания. И вы видите, что представлены у нас два лака с шиммером, с блеском. Это вот 21 лак и вот 26 лак. Поэтому мы сегодня протестируем, естественно, не все лаки, а мы возьмем только некоторую часть, потому что наша задача посмотреть, насколько хорошо лак ложится, который идет с блесками, и лак, который считается эмалиевым покрытием. Ну, возьмем один бледный лак, значит, вот эти два с блесками посмотрим и возьмем какой-нибудь один яркий. Из линейки лаков я первый выбираю лак, который называется 305-21 розовый лед. Он вообще пользуется популярностью, потому что он содержит такие мелкие частицы блеска. И вот давайте сейчас я попробую наношу его на ноготь. То есть очень удобная кисточка, что я для себя отметила. Видите, она достаточно широкая. То есть когда вы наносите, вы можете практически захватить всю поверхность ногтя. Ну, естественно, конечно, если ноготь достаточно широкий, да, то вот смотрите, замечательно лег лак. Это вот один слой. Сейчас он немножко подсохнет, и мы нанесем второй слой и посмотрим, как будет лежать второй слой. Следующий лак, который я возьму, это лак точно так же, который идет с блеском. Называется 305-26 золотистая роза. Выглядит он следующим образом. И вот давайте нанесем его на второй ноготь, чтобы попробовать. Так. Бесподобная, конечно, кисточка. Я никогда в Арифлэм таких кистей не видела. Ну, вот видите, один слой немножко много взяла лака. Лак достаточно хорошо наносится. Причем излишки можно убрать. Вообще лучше наносить тонкими слоями. Лучше нанести несколько, но тонких слоев на ноготь. И вот так вот он выглядит. Следующий лак, который мы с вами попробуем. Это лаки уже ближе идут к матовым, эмалевым лакам. Ну, вот давайте попробуем, нанесем вот такой вот розовый лак, который называется клудничное суфле номер 305-23. Вот эти вот эмалевые лаки, в основном светлые, да, чем всегда плохи, то есть они, видите, не очень ровно наносятся. Поэтому здесь очень важно взять именно небольшое количество лака для нанесения. Видите, создаются так называемые полоски, где пусто, где густо. Но они исчезают после нанесения второго слоя. То есть вот эмалевые лаки в основном вот так вот не очень ровно наносятся. Теперь давайте попробуем яркий лак. Из ярких лаков давайте выберем вот этот вот такой яркий красный. Называется он красный коралл номер 305-29. Так, и точно так же. Вот сейчас лак достаточно хорош, он жидкий по консистенции. То есть и вот давайте наношу его. Ну, яркие лаки всегда нужно аккуратно стараться наносить. Вот видите, тоже получаются продольные бороздки. Вообще правильно наносится на серединку ногтя и потом вот справа и слева. Вот так вот он выглядит, вот этот яркий лак. Видите, ну это вот один слой. Ну и давайте возьмем один лак с очень глубоким цветом. Этот лак называется ночной пурпур. 305-32. Последний ноготь у меня остался здесь. Так, и будем наносить его. Так, берем лишнее. Видите, темный лак более плотный. Наносится уже не так жидко. Я не знаю, от чего это зависит. Но он такой, видите, более вязкий. Не скажу, что я прям там аккуратно нанесла, да. Но мы с вами просто тестируем. То есть это выглядеть будет вот так, следующим образом. Теперь давайте попробуем нанести второй слой. Берем розовый лед. Снова убираем излишки. Второй слой обычно дает глубину покрытия. То есть более плотно. Он уже ложится. И вот так вот выглядит лак розовый лед. Я бы не сказала прям, что там сильный блеск есть. Но вот небольшой такой шиммер в лаке присутствует. Что не скажешь о 26-м тоне золотистая роза. То есть этот тон, конечно, шикарный. Вот тот, кто любит лак с блестками. То есть тон, конечно, просто изумительный. Особенно на солнце это будет очень красиво блестеть. Вот так вот это выглядит. Вот. Получается достаточно симпатично. Наносим второй слой лака, который похож на эмаль. Это у нас клубничный суплет 305-23. Ну вот не люблю я очень эти лаки, которые близко похожи на... Видите, чуть-чуть подсох. Уже наносишь, образуются так называемые бороздки. То есть надо или более такую жирную каплю брать, наносить. Но опять она дольше сохнет. Видите, вот не получается у меня ровно накрасить. Может быть кто-то есть более способный мастер, чем я. Ну вот как-то я вот от таких лаков не очень в восторге. Ну и вот давайте посмотрим яркий красный коралл, который у нас... То есть я взяла достаточно хорошую каплю. Вот видите, достаточно хорошо... Достаточно одного нанесения. На ноготь ложится очень ровненько. Ну и вот последний лак, который мы с вами тестировали. Это ночной пурпур. Вот этот лак мне очень понравился. Я не очень люблю жидкие лаки. Больше такие люблю плотные. Видите, как он плотно ложится. Достаточно очень глубокий цвет, красивый получается. Вот видите, мы с вами попробовали некоторые варианты лаков. Ну вот, исходя из того, что у нас получилось, мне понравился вот этот тон 26-й, как у меня лег. Вот этот коралловый тон неплохой, и вот этот. Скажу честно, я не в восторге вот от таких лаков. Все равно бороздка тут видна. И вот здесь, конечно, у меня совсем не очень хорошо получилось. Ну, потому что, видите, не очень ровно лег именно сам лак по консистенции. Теперь, как тестировать лаки? Я думаю, что вот такую палитру сможет каждый приобрести. Я думаю, можно посмотреть ее в каталоге бизнес-аксессуаров. И при нанесении лаков вы можете просто подставлять, потому что зависит еще от цвета кожи. То есть, идет вам такой лак или нет. Ну, вот видите, вы подставляете ноготок, и уже определяете, какой цвет к вашему тону кожи подойдет. Вот мне, конечно, подходят вот эти глубокие оттенки, такие плотные оттенки. Ну, вот серые так скажем. Ну, большой популярностью пользуется вот этот лак «Лиловая дымка». Сразу говорю, потому что я его много заказываю. Он такой идет сейчас модный цвет и достаточно нейтральный. Обобщая все вышесказанное, с уверенностью могу сказать, что лак это действительно устойчивый. До этого мы проводили тест и рассказывали о том, что у меня лак на ногтях продержался в течение 5 дней. Ну, после 5 дней нужно немножко подправлять. И то, если я наносила его вот точно в таком же режиме, как сейчас, не высушивая предыдущий слой, и сразу наносила следующий. Поэтому берите лаки. Лаки хорошие по качеству. Выбирайте цветовую палитру, которая вам понравится. И если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится». Подписывайтесь на мой канал. С вами была Наталья Невзорова. До новых встреч!